привет ранее я показал как сделать часы реального времени сейчас будем делать игровое время так скажем свое время в игре для этого будем делать через blueprint создаем новый actor давайте его назовем и си как-нибудь game time и в нем пропишем логику так нам необходим будет тик begin play это удаляем а хотя давайте отменим begin play нам нужен будет но чуть позже так чтобы тик наше игровое время так скажем записывалось нам необходима одна переменная давайте ее назовем time у нас будет время тип переменной будем ставить это у нас будет time span очень хорошая штука мы ее будем записывать именно на тике ну смотрите если мы потянем слева у нас будет make time span здесь мы должны подавать секунды и миллисекунды до или минуты чтобы значение выше рассчитывалось то есть если мы подаем сюда миллисекунды будут рассчитываться секунды минуты часы дни и так далее да то есть но нам достаточно секунд соответственно мы подадим сюда значения но какое значение давайте создадим создадим таймлайн потому что через него будет проще вообще вести подсчет если что мы можем допустим создать переменную допустим секунд далее мы создадим переменную минуты и так далее да но это слишком муторно потому что это надо секунду прибавлять так далее там секунду записывать эту секунду зачем это все необходимо делать если у нас есть таймлайн и мы в нем сделаем некие действия да создадим получается flow track и дадим точку которая имеет значение 0 0 и вторая точка у нас будет значение time это 24 то есть 24 часа в сутки и value максимальное значение соответственно максимальное значение у нас будет рассчитываться по секунду в нашем в нашем в нашей минуте 60 секунд соответственно мы умножаем 60 на 60 и в часах соответственно у нас 24 часа у нас получается значение 86400 соответственно мы это значение записываем 86400 теперь у нас появилась вот такие вот такая вот линия и здесь нам необходимо общее значение длины назначить 24 чтобы конец сначала были в этой линии а далее мы должны автоплей сделать чтобы он автоматически запускался и loop чтобы повторялся все таймлайн нам больше не нужен но мы можем обозвать трек давайте ренейм сделаем а это у нас секунд секунды закрываем и получилось так что таймлайн у нас автоматически запускается и циклирует и далее мы секунды уже делаем promote variable записываем их подсоединяем в тик далее мы подсоединяем наш тайм таймлайн мы не будем никуда подсоединять потому что он в автозапуске сам так скажем того что мы автоплей сделали и далее мы секунд так как мы вот создали его да сейчас переименуем секунды секунды подаем сюда секунды но так как здесь у нас integer а здесь у нас float так что необходимо применить тринкейт так что здесь все нормально далее по сути время готово но мы его не знаем давайте сделаем break и запишем print string чтобы нам отображалось все это все наши действия давайте вытащим из из string append подадим подадим так у нас часы они сюда будут подаваться это для того чтобы мы только видели больше нам особо-то и не надо минуты еще один добавим секунды в этих промежутках мы сделаем просто двоеточие пробел двоеточие пробел давайте посмотрим что там происходит ну на это часы можете не смотреть они будут показывать реальное время но нам это пока не надо то есть мы отвернемся получается что время время как видите мы не показываем потому что мы забыли поставить его на сцену и у нас время побежало давайте изменим немножечко чтобы он показывал нам одной линии так скажем одной одним значением поменяем цвет будем красненький и как видите у нас очень быстро все потекло уже 6 часов 7 часов но это не совсем правильно потому что мы допустим хотим чтобы не сильные изменения происходили для этого давайте создадим функцию которая как раз таки и будет контролировать все необходимые наши изменения по времени наш получается timeline который мы создали давайте подадим сюда значение времени так это у нас set play rate соответственно new rate это вот как раз таки у нас будет время а не подождите секунду это нет set new time немножко не то сейчас мы подадим необходимое время для того чтобы все это происходило так скажем теперь чтобы записать новые функции импути давайте поставим значение входящие это у нас будет time и в tp мы укажем time span чтобы мы как раз таки могли редактировать далее мы вытаскиваем break делаем и чтобы нам подавать необходимое время мы должны сделать некие действия чтобы изменить вот это все по сути миллисекунды в определенных значениях так теперь мы секунды давайте сделаем сюда запись чтобы у нас появилась эта штучка которая нам как раз будет конвертировать из integer во float мы делаем деление float делить на float далее делим на 60 потому что 60 секунд минуты давайте соединим тоже часы соединим чтобы появились вот эти так скажем межнодовые значения и мы минуты складываем float плюс float подаем сюда вот это далее давайте давайте немножко отодвинем получается деление и сважение мы копируем чтобы поставить чуть-чуть дальше далее мы то же самое получается то что мы плюс одну минуты делим делим на 60 и плюсуем наши часы и соответственно вот это значение у нас как раз таки подается сюда теперь давайте функцию обзовем так и назовем допустим go time и мы как раз таки давайте ее поставим на begin play то есть если вы хотите чтобы время стартовало с определенного значения не с ночи так скажем в общем мы делаем make time span и допустим пишем здесь время там 16 часов 23 минуты там 42 секунды то есть да то есть такое вы можете сделать переменные открыть их для редактирования так сделаем переменные минуты секунды часы секунды они у нас открываем их для редактирования так теперь выходим в мир и смотрите когда мы выделяем наш получается сферу наш time game time здесь как раз таки мы можем подать время 12 часов 33 минуты 42 секунды запускаем и получается видите все быстро пошло теперь нам необходимо чуть-чуть подредактировать как минимум это нужно значение подать для того чтобы регулировать время теперь для регулирования времени нам нужно зайти в construction script теперь мы берем тот же самый timeline и из него как раз таки вытягиваем set play rate делаем запись точнее подключаем питанию и вытаскиваем из new rate переменную это это у нас будет время редактирование времени так скажем скорость пусть это будет так называться speed делаем ее открытой compile сохраняем давайте установим значение где-то получается одна десятитысячная но это примерно то есть все зависит уже какой скорости вы хотите делать время в игре и соответственно сейчас секунды идут они как раз таки получается чуть-чуть медленнее даже чем в реале если мы отредактируем speed допустим быстрее одна тысячная или ну можете вообще там писать не одна тысячная там 0,06 то есть все зависит уже как вам необходимо допустим пусть одна тысячная запускаем секунды побежали быстрее соответственно и время побежит быстрее еще если я установлю там одна сотая мы сейчас увидим что секунды еще полетели быстрее то есть вы вот speed можете как раз скоростью редактировать быстроту действия часов ну теперь давайте и соответственно чтобы поставить часы то есть настроить это время на часах нам по сути вот это вся часть не нужна наши цифровые мы просто редактируем так tick нам нужен запись у нас происходит часы минуты и так далее но нам еще необходим begin play то есть мы для начала проверяем actor from class то есть мы просто проверяем если класс такой мы назвали его game так так ic game time далее вытягиваем get get copy и можем по сути записать это у нас переменная образуется наши наших так скажем нашего блупринта времени так я его и назовем ic game time ну и далее из нашего оси game time берем get можно даже сделать так из из валид но желательно наверное все-таки где-то здесь его проверять то есть существует не существует если есть необходимость если он существует если он валиден соответственно мы вытаскиваем из него наше значение а наше значение это get time далее мы из него делаем break это вот наш time time span который выдает часы секунды минуты там подаем значение value ну если необходимо то есть вы соответственно как делали в предыдущем части делаем минимальное значение 2 чтобы допустим 0,1 секунды 0,1 минута было а не просто 1 секунда там то есть значение часов соответствует соответствует и мы сейчас так компилим сохраняем и выходим в мир справа ой посередине у нас часы соответствует тому игрового времени который мы назначили и на этом все надеюсь вам это было полезно так что подписываемся ставим лайк хотя бы они пока видны нам до скорой встречи пока